разговор за завтраком о выставке, в которой я участвую, точнее я делаю это о воде я приглашена в этот проект и в общем вода конечно тем, которая для меня близкая вообще не только для меня по моему для всего человечества поэтому всегда было и было и сейчас остается интересно о ней подумать и решить собственно что такое вода и какое отношение мы к ней имеем непосредственно и вообще что с ней будет здесь совершенно замечательное место с точки зрения моря как вы видите вот здесь у нас сразу море находится и мы видим его и горы и прекрасный климат и все выглядит очень я бы сказала ну почти такой земной рай и соответственно мне всегда было интересно собственно это же как название выставки это твин депс такой перефраз название фильма моего любимого режиссера дэвида линча твин пикс собственно все то что может быть очень похоже которое кажется абсолютно ясным с первого взгляда а может оказаться собственно неожиданно совсем не тем что мы думаем ну так вот здесь в данном случае идея была заглянуть во внутрь этой воды которую мы всегда видим ее поверхности собственно мы с поверхностью и знакомы либо мы ее принимаем если мы пьем там сделаем на ней кофе или чай или еще что-то внутрь или мы на нее смотрим и любуем с прекрасным пиезем здесь идея была то что посмотреть вовнутрь этой воды и узнать что там происходит и вообще можем ли мы как бы вернуться к нашему при историческому состоянию собственно как зародыши он человеческий зародыш любой зародыш проходит эволюционный путь и утробе матери и собственно это опять же находится в какой-то жидкости так скажем и у меня здесь несколько в этой выставке мне несколько таких концептуальных слоев так скажем один из них это сама вода вторая как мы к этой воде относимся сейчас и как мы можем ее так сказать представить в будущем опять же здесь это сделано с помощью с помощью гобеленов и гобелены история гобеленов которые показаны в источном нашем пространстве она собственно история уже наших потомков которые нашли эти гобелены и они провели исследование чтобы узнать о чем речь собственно и сделать так чтобы понять что происходило в наше время где-то когда они были найдены примерно 1500 лет после настоящего момента 2018 года и их исследования собственно были связаны с тем что что-то происходит что-то происходит в воде гобелены это тоже такой неожиданный совершенно поворот для меня потому что я смотрела фильм в идеале на спящий слепо и мой компьютер остановился случилось крашнулся и собственно то что осталось от фильма это 194 кадра 194 кадра которые рассказывают нарратив там можно абсолютно проследить но он такой как бы отрывочный и они расскажут историю о человеке которого играет боди аллен который случайно был заморожен и потом его сказать приводят к жизни после этой морозки 300 лет позже антиутопии антиутопия в такой стране где все идеально и это инсталляция она собственно инсталляция потому что там не только гобелены но и гобелены они интерактивны на них когда наводишь какой-то из гаджетов современных появляется так называемая дополненная реальность и вот эта вся история она излагается уже нашими потомками потомки которые уже очень сильно от нас отличается поскольку мы знаем исторически что и тело и душа все время как бы друг от друга отделялись там тело и я и всегда это было неким таким сначала просто у них два вида существования было потом соответственно в какой-то момент связанный с ну больше так сказать христианством это тело стало тюрьмой души ну и потом позже начнется душа как бы точнее другой взгляд появился что собственно мы часть вот этой вот вселенной мы являемся собственно вот этими атомами молекулами электронами и собственно мы уже и тело не является тюрьмой а все это состоит как бы в может быть не гармония ну по крайней мере все связано и это очередной этап в нашем понимании нашего существования и опять же облегчает вот эту проблематику дуализма между двумя составляющими человек как мы уже говорили значит в этой выставке у нас есть несколько таких слоев что-ли это моментов ее трактования и мы говорили про гобелены которые представлены augmented reality так называемую дополненной реальностью где мы слышим наших потомков которые кстати в этот момент уже полностью лишены тела и собственно существует в виде некой такой энергии опять же возможно это или невозможно я не знаю но это по крайней мере мне кажется интересным может ли вообще существовать наш интеллект или наше я вне нашей физической земной оболочки и вторая часть выставки это перформансы которые потому что когда мы находимся в выставочном зале мы сразу видим проекцию проекцию которая идет напрямую то есть это прямая трансляция из моря с камеры подводного пространства и подслежения которые используются часто и людьми которые интересуются что происходит с дном и рыбаками собственно видеть какие там есть ли рыба или вообще какая там флора камера установлена непосредственно недалеко от берега где-то метра три и она довольно широкий угол поэтому она включает какой-то часть вот этого подводного пространства перформансы собственно о том что мы вышли из воды и возвращение в ту самую воду но уже в нашем реальном человеческом состоянии насколько это легко или нелегко и идея такая что какие-то бытовые вещи которые у нас происходят на суше переместить в это пространство которое подводное и соответственно сделать такой ну не человек амфибия потому что человек амфибия конечно никогда не буду но по крайней мере какие или иные акции действия которые нам свойственны здесь перенести под воду и соответственно они разные они разные у нас есть и подметание до дна и есть одна допустим просто посидеть на стуле ксу или помахать рукой и одновременно все эти действия они конечно снимаются и снимается восток поскольку мы живем вообще в мире который больше и больше от текста переходит в мир картинок картинки которые снимаются практически уже совсем со всех гаджетов которые мы используем и телефон и ipad и смартфон и нижней говорю камерой и интернет собственно вот это вот такое какое-то медиапространство которое состоит из этих картинок и картинки которые предполагаются может быть в iCloud еще где-нибудь останется навсегда и будут составляющей того той истории которые наши потомки потом о нас узнают ну и собственно возвращение в воду безусловно такой проект который саркастической существует какая-то подоплека что это возвращение в воду скорее всего на сто процентов невозможно но мы видим то что происходит сейчас в науке наука собственно ищет и разные пути сделать нас ну а так неуязвимыми такие супергерои супермены супер уманы сделать нас бессмертными потому что очень много идет исследование о том как сохранить наше тело собственно которое так уже об этом говорят всегда то есть у нас если взять еще с древнегреческой философии там даже не философии просто мифологии всего то что все время говорилось о том что тело хорошо бы остаться навсегда в этом мире тем или иным образом а и потом дайте до русского космизма то вообще просто полагается что всех надо оживить и собственно те кто строил это прекрасное научное будущее то есть наше настоящее они все должны вернуться в этот мир и им насладиться ну и соответственно вот эти все исследования они конечно идут на базе разных во-первых животных но не животных существ существует та же самая допустим если мы возьмем медуза который предполагается что не умирать никогда я не помню название то есть она все время проходит вот эти циклы конечно вопрос возникает ее сущность как бы остается или не остается но тем не менее это медуза которая все время сначала она вырастает потом находится большой потом она размножается потом она переходит в какое-то такое эмбрионное состояние и вот эти циклы идут бесконечно как считается но сейчас смотрит работает с ее днк чтобы понять насколько это возможно и ну и не говоря о том что там существуют такие существа как тардегран или медведки по-русски которые в общем-то по большому счету можно и засушить и отправить в космос на поверхности самой ракеты это значит они могут быть без воздуха радиации они точно так же практически не подвергаются они выживают в общем это очень такие удивительные собственно и существа которые существуют на земле выглядят они как космонавты изначально и опять же у них интересная структура днк потому что если мы берем днк человека вообще любого существа но всегда по вертикали степени эволюция у медведок тардеградонов у них говорят это может быть по горизонтали то есть каких-то экстренных условиях они в состоянии своей днк добавлять какие-то элементы днк других существ которые на горизонтальном уровне и все вот эти работы с днк собственно и с человеком днк от человека то что меня всегда очень интересовало с точки зрения как далеко это может зайти чем мы можем стать и идея такая что если допустим будет какой-то момент возможность совместить днк человека и медведки то может быть как раз тот самый супермен который в состоянии улететь в космос не имея при этом ни скафандра никакого определенного защитного устройства и собственно жить на марсе или другой какой-то планете который будет более дружелюбным к нашим человеческим условиям и собственно вот это вот проблематика наша днк которая может быть чем-то совмещено она меня очень давно интересует это был один из моих старых практик я не помню какого года био-арта который естественно никто никогда не делал но он у меня был это сделать такого супер человека который или человека тардыграда на который будет в состоянии жить везде и может быть вечно и вот поэтому у меня существует такая печатка флаг и собственно я с ним вот в одном из перформансов которые представлены я собственно с этим флагом проплываю перед камерой и им размахиваю это белый флаг с черной графикой но он флаг который собственно не сдается хотя вода пытается его так сказать завернуть сложить что мы ничего не видели но это флаг не сдача это флаг ну может быть какого-то триумфа правда неизвестно над чем и как Trên тя 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 Продолжение следует...